Что связывает КПУ и космос? Проект «Вызов» в Казанском университете. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Виктория Бояренцева. В Тюмени состоялся заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. В числе победителей и призеров учащийся лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. Победителем стал ученик 11 класса лицея Лобачевского Валерий Родионов. День космонавтики – великий день для нашей страны. Первый полет человека в космос. О вкладе ученых Казанского государственного университета в освоении космоса расскажем в следующем сюжете. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос. Тем самым открыл дорогу человечеству к звездам. В том числе и ученые КФУ приложили немалый труд для первого полета человека в космос. Получены очень важные результаты для координатно-временного обеспечения всех космических полетов, потому что без этого невозможно совершенно его осуществить. Ну и разумеется, все, что тут сделано и по исследованию звездного поля – это навигация, и по исследованию Луны – это полеты наших луноходов на лунную поверхность. И дальнейшие миссии, которые должны в ближайшее время осуществиться, это и Луна-25, 26-27, которые по-другому называются, Луна-Глоб, Луна-Ресурс, они основаны на тех результатах, которые мы получали здесь, в Казани. Кафедра астрономии в Казанском федеральном университете является старейшей в России. Подготовка начинающих астрономов ведется уже с 1810 года. Первыми студентами кафедры были Иван Симонов и Николай Лобачевский. На территории университета в 1838 году была построена обсерватория, которая была названа в честь Василия Энгельгарда. Казанские ученые могли проводить систематические наблюдения за астрономическими явлениями. Загородный комплекс астрономических обсерваторий претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Специалисты Казанского федерального университета и по сей день совершают важные научные открытия в космической сфере. К примеру, в 2022 году они совместно с коллегами Института космических исследований Российской академии наук открыли около 500 галактик с аномальными свойствами. Не стоит на месте и технический прогресс. Специалисты Казанского федерального университета занимаются разработкой стратегически важных установок. Как раз недавняя работа, был государственный оборонный заказ, я был руководителем. Там как раз мы строили навигационную сеть вокруг Луны. И все это внедрено уже в Роскосмос. И вот Луна-26, эта миссия, скорее всего, будет уже использовать наши результаты и те оптические лазерные маяки, которые на Луне должны быть установлены. Данные, которые фиксируют казанские астрономы, помогают при запуске космических аппаратов к Луне и Марсу. Был разработан метод получения крупномасштабных снимков Луны. Также после этого были проведены фотографические наблюдения площадок звездного неба и небесных объектов в рамках международных программ Казанского федерального университета. Вероника Гемранова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Молодежный проект «Вызов» выступит в Казанском федеральном университете с презентацией своей идеи по развитию научно-культурной сферы с помощью медиапространства. Подробности далее в сюжете. В Казанском федеральном университете состоялась презентация молодежного сообщества «Вызов». Проект представляет собой объединение молодых ученых и деятелей культуры. Он направлен на популяризацию сферы науки среди молодого поколения с помощью медиаресурсов. В первую очередь мне повезло, что я попал на данный проект, и этот проект дает проявить себя. Я считаю, что если есть цель бросить себе вызов и доказать, что ты не боишься, то обязательно нужно принимать участие. Сообщество имеет направление на любой вкус – от науки до культуры, от экологии до инноваций. Участники будут освещать отечественные разработки, делиться собственным опытом и академическими знаниями с помощью понятного и доступного языка. Вступить в проект смогут деятели от 18 до 35 лет. Совет номер один будущим участникам вызова. Разумеется, это спортивно-интеллектуальная игра. Готовиться физически в первую очередь, потому что, как бы ты интеллектуально не был подготовлен, если ты физически дашь слабину, там и, в общем, твой интеллект тебя подведет, потому что при усталости ты забываешь все. Усталость, камеры, нервы. Резиденты сообщества получат возможность пройти кастинг в шоу «Вызов». Данный проект выходит на ТНТ и совсем скоро выпустит новый сезон. «Вызов» – это спортивно-интеллектуальное шоу, в котором знаменитости соревнуются с гениями науки и искусства. Виктория Бабайлова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюз. В Казани установили первые в этом году арендные электросамокаты. В этом году для жителей города были подготовлены более усовершенствованные модели транспортных средств, а также увеличено количество правил и запретов во время езды. Электросамокаты неспроста сейчас так популярны. Все дело в их всеобщей доступности. Для пользования самокатом достаточно выучить небольшую технику безопасности и правила пользования. Никакого бензина и выхлопных газов, что делает этот вид транспорта очень экологичным для городской среды. Удобно, удобно. Иногда, особенно когда погода хорошая, чуть-чуть так вот хочется с ветерком прокатиться, так оплачиваешь и едешь, и вот, и кайф вообще. Я достаточно много хожу пешком, и достаточно много езжу на велосипеде и на автомобиле, и очень часто встречаются пользователи этих самокатов, которые нарушают всевозможные правила ПДД, мыслимые и немыслимые. И, например, я считаю, что лучше их сначала запретить, а потом уже создать соответствующую инфраструктуру и постепенно вводить общество. Я хорошо отношусь к электросамокатам, потому что мы очень часто тоже с друзьями проводим свое время, катаясь на них. На электросамокатах сама я не езжу в повседневной жизни, но, например, мои друзья относятся к этому отрицательно, потому что очень много разных различных травм происходит при катании на электросамокатах. Начиная с 1 марта 2023 года в правила дорожного движения появился новый термин – средство индивидуальной мобильности, к которым относится и электросамокат. В связи с присвоением им официального статуса в ПДД появились уточнения, где и как можно передвигаться, а также ряд запретов. Например, ограничение по скорости теперь 25 км в час, запрещается езда по магистралям и в количестве двух и более человек на одном самокате. Также туда были внесены такие поправки, которые предусматривают езду на специально отведенных участках, потому что многие сталкивались с тем, что эти самые электросамокатчики, там даже, допустим, берут их в аренду и не умеют элементарно пользоваться, ездят по дорогам общего пользования, создают помехи элементарные. Несмотря на ужесточение правил пользования, спрос на самокаты не становится меньше. Самыми популярными сервисами для их аренды в столице Татарстана являются ВУШ и ЮРЕН. Первый появился на Казанском рынке в 2020 году, а на 1 мая 2021 года уже насчитывал тысячу электросамокатов. На данный момент на утверждении в Государственной инспекции безопасного дорожного движения Республики Татарстан находится создание еще тысячи мест для парковок, что втрое больше, чем в прошлом году. Алина Сафина, Александр Кузнецов, Универньюс. 11 апреля прошла встреча Генерального консула Республики Узбекистан Фаридина Насриева. Со студентами Казанского федерального университета. О волнующих темах и решениях проблем далее в сюжете. Встреча студентов Казанского федерального прошла в Институте управления экономикой и финансов. Обучающиеся задавали самые разнообразные вопросы, однако волнующих большинство стали вопросы учебного процесса, проживания в общежитии и обучения иностранным языкам. Генеральный консул Республики Узбекистан Фаридин Насриев в свою очередь подробно разобрал каждую из тем. Это очередная встреча. Мы ежегодно часто встречаемся с нашими гражданами Узбекистана, рассказываем о них, какие изменения происходят в Республике Узбекистан, слушаем граждан, отвечаем на их вопросы, также оказываем им консульскую правовую помощь при необходимости. Ключевой темой обсуждения стал вопрос о референдуме по принятию изменения Конституции Республики Узбекистан. Также планируется проведение досрочного голосования в университете. О месте, времени проведения референдума сообщат чуть позже. Для участия необходим паспорт гражданина Узбекистана, достигшего 18 лет и выше. Референдум по принятию изменения Конституции Республики Узбекистан, который будет проходить 30 апреля в Республике Узбекистан, также избирательный участок откроется у нас в Генеральном консульстве. И кроме этого у нас будет досрочное голосование с 19 по 26 апреля, где также наши граждане могут воспользоваться своим конституционным правом. Центральная избирательная комиссия выезжает на места компактного проживания, а также обучение наших граждан, где наши граждане смогут проголосовать. Генеральный консул Республики Узбекистан пообещал решить уже возникшие проблемы и не допустить возникновения новых. Отметим, что Фаридин Насриф регулярно посещает Казанский федеральный университет для того, чтобы обучение иностранных студентов становилось только лучше. Анастасия Белова, Карина Саяхова, Фарид Захид Аглы, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета почти нашли лекарства от лихорадки, которые ежегодно поражают сотни людей. В Казанском университете созданы прототипы вакцины от мышиной лихорадки. Заражение этим вирусом поражает почки, а в критическом случае может привести к летальному исходу. Инфекции могут быть подвержены как дети, так и взрослые. С точки зрения ГЛПС, конечно же, не все люди, скорее всего, будут вакцинироваться этой вакциной, только в зоне риска. Переносчиком вируса является рыжая полевка. Ее выделения могут проникать в организм человека с помощью пыли. Чаще всего заражение происходит в лесу или в дачных поселках. Ученые пытаются создать лекарства на основе самого вируса полевки. Для того, чтобы вакцина была эффективна, нужно, чтобы она вызывала не только образование антител, то есть белки, которые связывают с вирусом и нейтрализуют его, но и чтобы вакцина вызывала так называемый т-кличный иммунитет, т-кличный ответ, когда иммунные клетки находят зараженные клетки и уничтожают их. В этом и заключается основная сложность, чтобы разрабатываемые вакцины были не только эффективны для выработки антител, которые бы связывали возбудители, но и для выработки иммунных клеток, которые бы уничтожали зараженные клетки. Надеемся, что наш подход в данном направлении будет успешен. Весной заражение геморрагической лихорадкой обостряется. На данный момент уже зарегистрирован 91 случай заболевания. До сих пор с инфекцией боролись только благодаря обработке и дезинфекции личного пространства. Виктория Бабайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Виктория Бояренцева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!